Человек очень рациональное существо и делает ровно то, что ему делать комфортно и хочется, если он сам принимает решение об этом. Вряд ли кто-нибудь будет по собственной воле делать то, что ему некомфортно, неприятно и мучительно, если у него нет на это какой-то специальной необходимости. Поэтому мне кажется, что никакой разницы нет, просто добавились новые форматы. А так всегда человек искал замкнутую среду, в которой ему было бы комфортно. В Средневековье это были разные религиозные группы, сектантские группы какие-то, не знаю, монастыри в конце концов. Миллионы людей ходили по дорогам Европы или других стран, паломниками из города в город и разговаривали друг с другом. Сегодня для этого ходить не надо, достаточно выйти в интернет и поговорить. Достаточно не искать единомышленников, переходя из Бремена, допустим, в Магдебург, где находятся там у тебя анабаптисты. А набрать там просто в сети, в поисковике, слово там, допустим. Анабаптисты, свидетели последнего пришествия, сторонники Папы Римского. И вы так или иначе можете выйти на своих сторонников. Поэтому я думаю, что вообще мало что меняется в человеке. Меняются просто внешние формы. А внутреннее содержание человека просто адаптирует эти формы к человеческой психике. Но человек как жил между жизнью и смертью, как жил между светом и тьмой, как жил между осознанием собственного я и невозможностью, абсурдностью осознания возможности исчезновения собственного я. Так и будет жить. А все остальное это просто феномены, которые имеют к этому отношение. Кто-то исповедует культ истории прогресса и говорит, вот надо жить для того, чтобы жили будущее поколение. Мы, само развитие в этом прекрасно. Кто-то исповедует гедонизм, говорит, живи пока живется там, не знаю, люби, гуляй, пей, веселись. Кто-то исповедует религиозное сознание, говорит, делай так, как тебе велит Бог или Боги, или высший принцип. Слушайся, все будет хорошо, дисциплина. Но по сути правда такова, что ты живешь, а потом ты говоришь ой, а потом ты превращаешься в гниющий кусок мяса. А что там дальше за этим, за всем, это, как говорится, только практическим путем можно узнать достоверно. Поэтому феноменология коммуникаций, психологических общений, это, собственно говоря, способ самореализации личности. И хорошо, что сегодня мы летаем на самолетах, а не ездим на ослах, например. Но мы-то остались точно такими же, какими были тогда, когда мы ездили на ослах. Продолжение следует...